Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 15 мая. Память преподобного Отца нашего Ефросина, Косковского чудотворца, святой мученик Елеазар, происходил из великого острова России, между севером и западом находящегося в Буделе и Афета, из северной страны, из окрестностей богохранимого великого города Пскова. Он родился и получил воспитание в селе Ви-Делебье, находившемся на расстоянии 30 поприщ от города Пскова. Кто были по плоти его родителей, неизвестно. Известно только одно то, что он родился духовным рождением, и отцом он имел Бога, который родил его водой и духом, а матерью его были в православной отеческой церковь. Почему он и воспитан был в правой вере и наставлении? По достижении возраста родители отдали его на учение божественным книгам, и он вскоре настолько ясно уразумел божественное писание, что мог не только словесно изъяснять их, но и составлять собственные поучительные сочинения. При этом он изучил и философию науки, так что даже старики удивлялись его мудрости и с похвалой отзывались о нем. Никогда он не обнаруживал склонности ни к играм, ни к зрелищам, но больше всего любил чтение божественных писаний и церковное песнопение, причем с юных лет стал предаваться строгому воздержанию, отказавшись совсем от употребления в пище сладкого. Увидя такое воздержание у отрока, родители говорили ему, «Сын наш, зачем ты изнуряешь тело свое таким суровым образом жизни и этим причиняешь нам великую скорчь?» Родители мои, отвечал на это отрок, «В Писании сказано, что пища и питье не приближают нас к Богу, а только пост, молитва, чистота, телесные воздержания – вот что приближает нас к Богу». После всего родители Елизара пожелали сочетать его с законным браком, но рассудительный отрок убежал от родителей своих, как серно оттенет. Родители долго повсюду со слезами разыскивали его и нигде не могли найти, но благодать Божия хранила его. Вскоре отец его скончался, и мать осталась вдовою. Тогда милостивый Бог, хотящий всем людям спастись и в разум истины прийти, вложил в сердце его благую мысль о том, как бы ему устроить свое спасение и удалиться от мира. Эту мысль он немедленно же исполнил. Отправившись в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, что на Снежной горе, так называлась местность на берегу реки Великой, в расстоянии трех поприщ от города Пскова, он от игумена этого монастыря принял иноческое пострижение, причем навсегда отказался от помыслов, влекущих к миру, и всецело отдался обетам иноческого звания. При пострижении ему дано было имя Ефросина. Приняв иночество, преподобный Ефросин стал ревностно подвязаться в посте, бодрствовании, молитве и всеночных молитвенных стояниях. И в то же время неленостно служил братьям и в поварне, и в пекарне, и на всех других монастырских работах, как это было принято в монастыре, всем приобрел расположение к себе всех живших в обители иноков. Вскоре слово преподобному вследствие такой добродетельной жизни его стало распространяться повсюду. С огорчением узнал он об этом, так как отвращался от славы людской и считал ее грехом и посрамлением для себя, а потому стал помышлять о том, чтобы избежать этой славы, избрав для этого пустынную и безмолвную жизнь, подвязаться только для Бога. О таком своем намерении он сообщил духовному отцу своему, и последний, видя, что он просветает в добродетелях, благословил его и сказал ему, «Иди с миром, сын мой, Господь да будет с тобою, да вразумит он тебя и настаивает на ту благую деятельность, с которой призвал тебя». После всего блаженный Ефросин принял благословение от своего духовного отца, вышел из обители Пречистой и стал обходить многие места ища такого, где бы ему можно было в уединении предаться безмолвному житию. По особому усмотрению Божьему он услышал о том месте на берегу реки Толвы, которое находится на расстоянии 25 поприщ от города Пскова и на котором по благодати Христовой стоит ныне монастырь. Владельцы этого места через некоторых благочестивых людей стали приглашать его и не по своей воле, а больше по воле Господа, которому угодно было, чтобы и здесь прославилось святое имя его. На этом месте поселился преподобный на безмолвное уединенное житие, как сказано, сказал божественный пророк, «Все удалився бегая и водворився в пустыне, в нечаях Бога, спасающего мя от малодушия и от бури». Он поставил себе здесь шалаш. И с усердием стал предаваться инофисским подвигам, отражая козни невидимого врага постом, бодрствованием, молитвой, стеночным стоянием и земными поклонами. Однажды во время летнего зноя, когда преподобный вышел из шалаша и лег на землю, чтобы немного отдохнуть от своих подвигов, то тот час же впал в легкий сон. И в это время явились ему вселенские учители, Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. И указали место для построения храма во имя их в той местности, где он подвязался. Когда затем он пробудился от сна, то никого уже не увидел. И такие необыкновенные видения, такое привело его в недоумение. После сего прошло много времени, и мать преподобного проведала от некоторых людей о месте его пребывания. Взяв с собой все необходимое для путешествия, она пришла к тому месту на берегу реки Толу, где жил преподобный. Подошедший к его шалашу, она стала просить его, говоря, «Дорогое чадо мое! Утешь старость матери твоей! Покажи мне ангельское лицо твое! Не дай мне со скорби сойти в могилу, где почивают и отцы наши!» Через щель святой Ефросин увидел мать свою, и узнав ее, сказал ей, «Не скорби, мать моя, уйди отсюда и не утруждай старости твоей! Если ты желаешь увидеть меня здесь, то не увидишь уже в той жизни! Иди же в монастырь и подвязайся, «Спаси душу твою!» Так и не достигла мать преподобного исполнения своего желания. Со скорби она ушла от него, поступила в один из монастырей и, проводя дни свои в благочестивых подвигах, оставалась с ним до самой кончины своей. Преподобный же Ефросин, доблестно и славно проведший жизнь свою, приставился ко Господу. Кончался 15 мая 1481 года, 95 лет от рождения. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова